Знаете, интересно, когда Дух Святой пришел на землю, самый первый момент, когда Он пришел на землю, родилась церковь, это было 2000 лет назад, когда Иисус ушел, и Он послал Духа Святого, когда Он сошел на землю, и произошел такой взрыв, что-то появилось новое, появилась церковь. Интересно, что церковь, которая появилась в тот момент, это было рождение чего-то нового, которое никогда не остановится. Церковь, она будет существовать вечно. Интересно, что церковь это не временный проект, это не временное состояние, церковь, она будет существовать вечно. Слава нашему Богу! Мы с вами приходим, мы на этой земле, мы уйдем с этой земли, церковь будет существовать, мы становимся потом с этой поместной церкви, переходим мы в небесную, в вечную, в тело Иисуса Христа. Там уже на небесах у престола, славы Божьей, все вместе, мы будем там поклоняться Господу, будем лицезреть Его, будем видеть Его лицом к лицу. Сейчас, во время служения, мы где-то чуть-чуть чувствуем, правда? Мы где-то чувствуем что-то, а тогда придет момент, когда мы лицом к лицу узрим Его, нашего Спасителя, главу церкви нашей. Именно? Церковь. Слава нашему Богу! Сегодня мы будем говорить на тему по следам первой. По следам первой. Смотрите, по следам первой. Я себе размышляю. Вот было здорово тем апостолам, вот было здорово тем ученикам, когда Дух Святой сошел, когда Дух Святой так наполнил всех, что там три тысячи покаялось, много исцелялось людей, Дух Святой работал в то время особенным образом, Он только пришел на эту землю, люди говорили на ином языке, другие их понимали. Я представляю, что было. Вот это было здорово, это было особенное время. Пророки в Ветхом Завете, они мечтали, они мечтали, они знали, что что-то должно прийти. Должно прийти не просто Мессия, который придет и скупит, но больше того, Иисус, Он был с нами, но придет момент, когда Иисус, Бог будет в нас. Это произошло, когда сошел Дух Святой на землю, когда Дух Святой сошел в каждого человека. Об этом времени мечтали все в Ветхом Завете. И вот, наконец-то, это исполнилось. Это состояние, живая церковь, мощное движение, что-то произошло, которое изменило ход истории полностью. И сегодня, как бы размышляя об этом, я хочу задать, вот как бы задаю себе вопрос. Кто бы из вас хотел жить в то время и увидеть, и быть частью той первой апостольской церкви? Есть такие люди, кто хотели бы увидеть то? А почему вы так? Кто-то поднимает, кто нет? А? Кто из вас хотел быть частью первой церкви, членом первой церкви, где сам апостол Петр был пастором? Это не Василий Ярош. Это апостол Петр был пастором первой церкви. Кто из вас хочет быть той первой церковью? Василий Ярош. Знаю вас. Знаю вас. Вы Библию хорошо просто читаете. Первая церковь. Первая церковь. Я знаю, что, когда мы понимаем, что было в той первой апостольской церкви, мы чувствуем, какой вызов. Слышите? Вызов брошен нам, правда? Вызов. Вызов. Поэтому давайте с вами сегодня почитаем Деяние, вторую главу. Открывайте. Из 42 стиха мы с вами будем читать. А то первой церкви. Мы не хотим быть церковью, которая сама себе придумала, как жить. Мы не хотим быть церковью, которая, ну, сами мы себе решили, как жить. Мы хотим быть той церковью, которая формировала дух святой с самого начала. Можете сказать аминь? Мы хотим быть церковью, которую дух святой формировал с самого начала, потому что дух святой, он пришел, и он начал формировать церковь. Он начал ее созидать. Он начал что-то в ней делать. Дух святой сам, лично. Апостолы были исполнены Духа Святого намного больше, чем сегодня мы с вами. И вот Бог давал им мудрость, как формировать церковь. Хотелось идти по следам этой первой церкви, правда? Хотелось бы понимать, что произошло. Не хочется быть просто какой-то церковью. Хочется быть истиной, той церковью, которую сам Дух Святой формировал апостолы, которые были исполнены помазанием. Хотелось бы быть таким, как они. Хотелось бы гореть, как они, жить, как они. И вот поэтому давайте вместе с вами прочитаем 42-го стиха несколько мыслей. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот краткое описание того, что происходило там. А теперь вопрос. Кто из вас хотел бы жить так, как вот только что мы прочитали? Как та первоапостольская церковь? Кому терять нечего, те поднимают руки. Друзья, и даже моя мысль сегодня конечно же не о финансах, хотя я знаю, это огромнейший момент, феномен, который до конца нам не понятен. Но суть здесь не только, здесь много вещей было. Исцелялись люди во время первоапостольской церкви. Кто грешил, падали мертвыми. Слава Богу! Вау! Избавлялись от грешников. То есть, вы понимаете, состояние церкви. Дух Святой реально работал. Смотрите, что я хочу, на несколько вещей я хочу обратить внимание. В 46 стихе. Вот именно, чтобы мы увидели дух первой церкви. Дух, дух, дух. Состояние первой церкви. Смотрите, первое, о чем здесь идет речь. И каждый день. Каждый день. И каждый день. Они жили для Бога каждый день. Для них жизнь не была по воскресеньям. У них не было «Окей, сегодня у меня там то, у меня сегодня спортзал, у меня там сегодня какие-то тренировки, у меня там какие-то движения, работы». А в воскресенье я иду в церковь. У них было каждый день. Они жили просто, Они Богом жили каждый день. Для них, я представляю, они пошли на работу, там поработали, потом опять собирались, общались, молились, разговаривали. Они жили Богом. Они говорили, вот сегодня я на работе, сегодня я там, вот мои дети, вот Бог, вот я засвидетельствовал, вот я сказал, вот тот человек у меня спрашивал. И они каждый день, они просто жили Богом. Они жили Богом каждый день. Вот это первая мысль. жить Богом только по воскресеньям или каждый день. Есть целое поколение, ну не поколение, есть много людей, которые говорят, вот у меня есть один день для Бога, все остальное это моя жизнь. Я слушаю, я живу, я в воскресенье не могу грешить, не могу неверующую музыку слушать, не могу чего-то плохого сделать, а во все остальные дни я это делаю. Вот это Бог, это твой день, а здесь я все остальное живу. Вот первоапостольская церковь совершенно была по-другому. У них жизнь была Богом, у них каждый день был Богом, они мыслили Богом, они проводили время с Богом. Друзья, смотрите, я наблюдаю за то, что происходит как бы даже в Америке. И это я говорю не с позиции обвинения кого-то, не с позиции обличения кого-то. Но я вижу в том, что христианство в Америке стало вот один день. Во многих церквях отменяются midweek services. Служения в среде недели нет, в среду отменяют, четверги отменяют. Говорят, это окей, в воскресенье достаточно придут, уже достаточно, уже слава Богу, если приходят. Не трогай их, если приходят, это уже хорошо. Как бы позиция. И вообще нужно служение поменьше. Я вижу тенденция, во многих церквях сегодня служение час пятнадцать. Час пятнадцать. Служение в церквях. Я вам хочу сказать, когда я первый раз, ну, я попал в церковь, в американскую, где было служение час пятнадцать, я зашел, посидел, вышел, думаю, вау, как классно, быстро, халлилуйя, легко. Слава Господу, халлилуйя, так хочется жить, так. Легко и просто вышел с таким настроением хорошим, все так быстренько, хорошо. Много времени, не успел даже проголодаться, не успел даже ничего там. Слава Богу, такое, знаешь, чувство. Но потом, потом, смотрите, вот этот один момент, вот это мое чувство, которое, классно, неплохо же. А теперь я отошел чуть-чуть, и я посмотрел. А смотри, что происходит. Вспоминаю то, что было раньше в Америке, несколько десятков лет назад. Служения в церквях длились два, три, четыре часа. В Америке, здесь. Люди просто молились, кричали к Богу, они слушали, они слушали слово. Каждый, во-первых, ходил с Библией в церковь. Каждый, абсолютно. Они жили Богом. Америка развивалась. А потом, давайте отменим, давайте отойдем, давайте покороче. И мы смотрим, что происходит дальше с Америкой. Эти вещи, они взаимосвязаны. Они взаимосвязаны. Они взаимосвязаны в моей личной жизни, в Америке, в стране, они взаимосвязаны. Сегодня можно выбрать такой путь. Чуть-чуть, нормально, чуть-чуть, классненько. Халлелуя. Побежали домой. Здесь они говорят, не-о-о. Они целыми днями, целыми вечерами, они сидели, они жили Богом. Вот эта мысль, которую я хотел, чтобы мы увидели. Жизнь для нас с вами, это не один раз в неделю. Это каждый день. Это каждый день, каждый час. Господи, ты Бог мой. Работаю, Господи, ты Бог мой. Иду куда-то, Господь, я для тебя живу. Прихожу домой, детки. Вы мои детки, драгоценность. Господь мне вас дал. Я вам сейчас что-то расскажу о Господе. Чтобы жизнь, Господь во всем. Друзья, смотри, если сегодня мы пойдем на воскресенье, одно служение, то то же самое произойдет и в нашей с вами жизни. То, что произошло в стране. Друзья, сегодня Первая апостольская церковь, совершенно другое отношение. Мы идем по следам первой. Ежедневно. Каждый день. Повернись своему соседу и скажи, я служу Богу каждый день. Я хотел бы, чтобы ты исповедовал своими устами. Мог сказать это твердо и ясно. Следующая мысль, которую мы здесь читаем. Смотрите, каждый день единодушно. 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 Вот здесь вторая мысль о единстве, о которой я хочу сказать. Знаете, что у Первой апостольской церкви было откровение какое-то. Откровение, которое держало их. Сегодня мы говорим, что единство приходит, когда есть одна цель. Так говорят. Так есть. Когда есть цель, даже враг объединяет. Даже враг объединяет. Но я думаю, что в Первой апостольской церкви там была ситуация немножко по-другому. Я думаю, что единство откровения, которое они имели, это было первично. А единство цели для них, это было вторично. Вот что для них было первично? Что это за откровение? Они поняли, что они братья и сестры друг к другу. Они семья. Они жили, они делились, они вместе жили. Они жили. Потому что они смотрели друг на друга. Это брат мой. Это сестра моя. Они не называли ничего общего. Они продавали. Они раздавали кому по нуждам. Никто больше заслуживает, а по нуждам. Слышите разницу? Никто больше ценен, а по нуждам. Никто больше чего-то заслужил, а по нуждам. По нуждам человека. И здесь мысль какая. У них было откровение о том, что Иисус, это наш Господь. Мы все братья и сестры друг к другу. Мы семья. Мы семья. Мы семья. И в семье мы не ненавидим, мы любим друг друга. Мы поддерживаем друг друга. Мы поддерживаем друг друга. Слышите? Мы поддерживаем друг друга. Тебе нужно? Давай тебе поможем. Тебе нужно? Давай поддержим тебя. У тебя есть какая-то нужда? Давай мы тебя поддержим. Вот их мысль была, это мы семья. вот как в семье есть отец, есть сын мой, Павел я обеспечиваю семью он не обеспечивает семью он не обеспечивает семью отцы обеспечивают отцы имеют откровение о том, что нужно поддерживать зрелые люди, слышите? зрелые люди, зрелые зрелые, духовно зрелые люди они имеют откровение о том, что нужно поддерживать созидать созидать это моя семья даже если кто-то не заслужил павел данном случае не заработал но я как отец я его благословляю его поддерживаю кормлю ему покупаю одежду поэтому сегодня очень важный этот момент единодушие было почему потому что у них было откровение о семье пусть господь сегодня наполнить тебя откровением о том что мы одна семья семья главой которой является не пастор не я а иисус хрисус бог наш он отец он отец и мы с вами братья и сестры друг другу мы любим друг друга мы поддерживаем друг друга и благословляем и вся церковь сказала мы любим друг друга мы поддерживаем друг друга и благословляем следующие смотрите они собирались в храме в храме ветхом завете это было особенное время когда народ собирался вместе в храме это было особенное время особенно бог особенно почитал время когда они собирались в храме бог видел вот это вот время когда они собирались бог спускал славу свою бог там говорил сверхъестественным образом с людьми бог работал особенным образом, когда они собирались все вместе. Есть что-то особенное, когда народ собирается вместе. Есть что-то особенное. Вы знаете, как-то я говорил на одном из служений, что я считаю, что самые главные два часа в неделю — это воскресенье. Вот это время. Почему? Почему это самое главное? Потому что вот эти два часа, они влияют на всю жизнь. На всю жизнь. На все остальные часы в неделю. Почему? Потому что если во время... Бог, во-первых, ценит, когда люди собираются вместе. Когда люди открываются для Бога, Бог туда приходит. Бог любит вот это время, когда люди собираются и поклоняются Ему вместе, как одна семья. В это время Бог высвобождает слово. В это время Бог производит что-то особенное. Мы не замечаем это. Ты не замечаешь это. Но что-то становится в душе правильно. Когда ты выходишь, у тебя появляются силы. У тебя появляется жизнь. У тебя появляются мысли новые, откровения. Может быть, еще не сформированы идеи, мысли. Но Дух Святой, Он работает во время таких служений. Бог работает всегда во время таких служений. Можете сказать аминь на это. Знаете, есть какая здесь маленькая такая сложность. Проблема. Проблема в том, что мы привыкаем друг к другу. Мы привыкаем друг к другу. Например, вы привыкли уже ко мне. Вы привыкли к лидерам. Вы уже знаете манеру каждого. Вы уже знаете тембр голоса каждого. Вы знаете, как пастор уже будет бегать по сцене. Сколько у него пунктов проповеди. Сколько у пастора пунктов проповеди. Вы все уже прекрасно знаете. Мы привыкаем друг к другу. Правда? И как-то у нас была одна встреча, и кто-то один и сказал, может быть, может быть, нам что-то новенькое. Было какое-то новенькое. Что-то бы новенькое. Хотелось бы что-то новенькое, правда? И я вам хочу сказать, знаете, как-то мы подумали, начали рассуждать об этом, и мы поняли, это то же самое, что семейные отношения. Вот есть муж и жена. Вот есть муж и жена. И люди привыкают друг к другу. И уже, может быть, иногда нет той страсти, того интрига, тех мурашек. Уже хочется что-то новенькое. И знаете, я понял, что здесь есть две причины, почему люди хотят что-то новенькое в браке. Первое. Это либо дух блуда, либо непонимание жизни. Непонимание жизни. Непонимание жизни. Понимание жизни в чем? В том, что это мой супруг. И я его люблю. И я знаю, как зажигать внутри себя страсть, огонь, интерес. В моей семье зажигать интерес жизни внутри. Чтобы это все горело, интересно, чтобы это было, чтобы было что-то по-новому, интересное. Но это способность моя. Моя. Внутри. Моя. Это есть люди, которые, есть такие люди, которые не понимают таких вещей, они идут налево. Говорят, вот ты знаешь, у меня обновились мои чувства. Любовь, страсть, мурашки пошли. С одной пожил чуть-чуть. Потом, говорит, три месяца прошли, а, уже нет того опять. Ну, нужно идти к третьей. Опять появились, опять что-то такое интересное. Бабочки полетели. Три месяца. Бабочки закончились. Улетели бабочки. В лес. Сдохли бабочки. Я вам хочу сказать, это первое, я же говорю, либо дух блуда, либо непонимание жизни. Уметь наслаждаться твоей супругой, твоим мужем, твоими детьми. Создавать вокруг себя огонь, внутри себя, жить этим, страсть внутри. То же самое и в церкви. Писание говорит, смотрите, иногда мы думаем, вот, что-то хочется новенько, какого-то, какого-то, что-то бы нового. Друзья мои, все зависит, все зависит отнутри меня, отнутри тебя. Если, я уверен, если я иду в церковь, я иду в церковь, и я готовлю себя, так как Писание говорит, когда идешь в дом Божий, в храм Божий, тогда что? Готов что? Сердце к чему? К слышанию больше, нежели жертвоприношению. Почему? Потому что вот ты приготовил, и Бог вложил. Не приготовил, ушел пустой. Не приготовил, ушел пустой. То есть эти самые драгоценные два часа. Я могу потратить зря, если я не подготовил свое сердце. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Слышите меня, да? Я хочу сказать, мир, наше время драгоценное. Я знаю, что Дух Святой, Он может так сильно тебя благословить во время этих двух часов, что ты просто уйдешь, взорвавшись в духе, исполненный Духа Божьего, горя огнем. Если ты будешь готовиться к служению, к этим двум часам. И Бог говорит, вот иди, готов, готов. Ты будешь видеть, как во время служения все будет становиться на свои места. Амин. Поэтому вот эти два часа, я верю в то, что Дух Святой, Он здесь. Он обновляет нас. Он трансформирует нас. Происходит вот, мы становимся новым. Новым. Каждый день обновляется сила. Каждое служение обновляется сила. Твоя сила обновляется. Если ты приходишь к Господу, обновляется твоя сила. Твоя жизнь. Твои чувства, твои моменты в жизни. Все становятся на свои места, и ты уже становишься другим, лучше. Каждое служение. Когда мы подготавливаемся к этому служению. Амин. То есть, вот следующий момент. В храме. Потом следующий, очень важный, важный аспект, о котором мы сегодня говорили. По домам. По домам. По домам. Послушайте сюда. Учредителем домашних групп был Дух Святой. Он сошел. Он формировал церковь. Апостолы говорили, мы от самого Господа приняли. Дух Святой нам говорил, как делать. Если Дух Святой говорил. Если это было важно. Они делали. И они собирались по домам. Это было то, что утвердил Дух Святой. Это был план строительства церкви Иисусом Христом. Это было его видение. На домашние церкви. На домашние группы. На домашние общения. Иногда мы теряем, или мы, может быть, до конца не понимаем, ценность домашних общений. Ценность домашних общений. Я бы хотел, чтобы мы увидели, что ценность домашних общений, оно другое, чем воскресное служение. На воскресном служении ты получаешь как бы слово, обновляешься, идешь. Но духовный рост, слышите сюда, духовный рост, он происходит в домашних церквях. Духовный рост происходит в домашних церквях. И он целенаправленный. Он интенсионал. Духовный рост не может быть спонтанным. Слышите? Духовный рост не может быть спонтанным. Духовный рост, он целенаправленный. Он интенсионал. Духовный рост. смотрите воскресное сужение это как соул который попал в сон пророков ему стало хорошо начал пророчествовать он вышел халилю я все здорово соул помните да но он не попал в домашнюю группу поэтому его характер не изменился поэтому бог его отверг пророческое помазание спонтанно духовный рост не спонтанный духовный рост это усиленное целенаправленное движение и сегодня люди не преображаются семьи не укрепляются почему потому что нет духовного роста мы побыли в присутствии господня в пророческом помазание папа 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 пророчествовали к саул и думаем и саул в пророках и василий в пророках и петр в пророках но судьба может быть саула без домашней группы смотрите цели домашней группы и так смотрите я я вижу что есть стадии в домашней группы есть стадии первое это когда человек попадает домашнюю группу он классно ему такая эйфория ему нравится общение познакомился с людьми и здорово следующее проходит какое-то время в общении когда трутся люди друг об друга видно что видно характер человека открывается характер человека и оказывается а когда мой характер открывается мне уже неприятно правда где то что вылезла вылезла из меня что-то ляпнул не так сказал не так что-то где-то сделал не так характер у всех бывает вылезла что-то и нам сразу становится не очень хорошо и здесь первая тенденция а я хочу отойти меня увидели меня увидели я хочу я хочу уйти вот эйфория прошла открывается характер каждого и вот здесь если человек побеждает это он понимает что в духовной а духовный рост происходит домашней группе он за что делать он принимает вызов он он понимает подотчетность он понимает подотчетность ok it's ok были за что-то но ничего и значит пусть знают а я буду работать над этим и он становится такая как бы конкретная идея я буду стабилен я буду стабилен стабилен в молитве чтение библии посещение домашней группы и вдруг 4 начинается духовный рост тогда начинается духовный рост и так три цели домашних групп три цели почему я вижу а бог установил домашней группы дух святой учредил домашней группы первая цель это духовный рост как мы сказали вот этот момент что что именно происходит такая как бы открытость когда человек сокрыт и где-то далеко его не видно у человек человек не принимает вызов но когда он открывается тогда видно недостатки тогда человек думает как это делать тогда происходит что он открывается происходит трансперенции прозрачность подотчетность accountability происходит вот этот вызов окей я должен расти я должен расти духовный рост он конкретно происходит тогда когда мы открываемся когда мы когда мы себя берем за шкирку грим но я буду расти я хочу раз я хочу меняться пусть люди знают что есть во мне что-то не то пусть люди знают и когда ты принимаешь вот это пусть люди знают вот этот момент происходит взрыв ты начинаешь духовно расти если говоришь но он 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 извините я человек опять закрылся и перестал расти если он открывается да 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 помогите мне помоги мне валера помоги мне сергей по моему помолись вместе со мной майкл поддержи меня вот этот момент человек открывается и вот это первые шаги к духовному росту без этого невозможно поэтому хотелось бы чтобы мы в каждой ячейки у нас было три такие главные вещи первое там молитва второе это изучение слова божьего и общение и чтобы все это делилось приблизительно одинаковой порции 30 процента времени молитва 30 процентов изучение библии и 30 процентов общения fellowship 30 процентов почему я говорю именно такой компонент по 30 процентов да почему потому что есть ячейки которые только кушают они кушают общаются кушают общаются кушают общаются все они уже они уже десять вёдер этого выпили чая выпили кофе выпили духовно ничего не произошло не изменились почему потому что не открыли библию Потому что не задали вопрос друг другу, не посмотрели друг другу в глаза и сказали, что ты думаешь? Как у тебя со грехом? Как у тебя со святостью? Как у тебя жизнь? Давай исполнимся, помолимся. Помолимся не чуть-чуть, а помолимся, исполнимся Духа Святого. Помолимся так, чтобы хватило, чтобы произошло. Вот ячейка. Вот домашняя группа. Когда вот такой происходит духовный, конкретный момент в нашей жизни. Именно церковь? Следующая. Вторая цель домашней группа, это забота друг о друге. Забота друг о друге. Мы растем вот такими, как бы, ячейками, департментами, small groups. Мы вместе. Мы уже церковью не успеваем на все дни рождения посетить. Мы не успеваем на все baby shower поехать. Мы не успеваем каждому человеку попасть. Мы не успеваем. Но в домашних церквях это возможно. Как-то один человек мне говорит, Слушай, я вот пришел, меня здесь в церкви, никто меня не любит. Никто, никто ко мне даже не позвонил, когда я был в больнице. Ты знаешь, никто даже мне не написал, вот у меня не было целый месяц. Никто не позвонил. Вот какая церковь плохая. Такие даже были моменты. Их не так много, но были. Я первый вопрос задаю, а ты в какой домашней группе? Ты в какой домашней группе? Ой, я ни в какой. Вот поэтому. Вот это одна главная причина. Каждый человек, он должен быть в какой-то домашней группе, он должен быть в семье. Там за тебя помолятся. Там тебя посидят в больнице. Там выйдут тебе навстречу. Если нужно поддерживать, будут ходатайствовать за тебя, молиться за тебя. Там они смогут позаботиться о тебе. Забота происходит именно в домашних группах. Следующая, третья цель домашних групп, это реализация. Как мы говорим, что мы как церковь, мы верим в то, что ты можешь жить полноценной жизнью. Полноценной жизнью. Полноценной жизнью. Полноценная жизнь происходит тогда, когда я реализовываю то, что есть внутри меня. И реализация для каждого человека, я верю, что она происходит в домашних группах. Когда мы общаемся, когда мы служим другу, когда мы поем друг к другу, когда мы молимся друг за друга, когда мы служим вместе, происходит реализация вот того дара, таланта, и тогда человек чувствует, слушай, аллелуйя, прекрасная жизнь. И он чувствует, что он исполнен, как бы жизнь его полноценна становится, когда он кому-то нужен. Поэтому сегодня я вижу, что вот ячейки, они могут, домашние группы, они могут помочь тебе реализоваться. Твой талант раскрыть. Если твой талант начнет расти свыше ячейки, он будет уже виден на всю церковь. Если он будет расти еще выше, он будет виден на всю страну. Но все начинается раскрываться, реализовываться через домашние группы. Вот еще цель я вижу в том, что Писание вот здесь написано, и Господь прилагал спасаемых церкви. Господь прилагал. Как вы думаете, как Господь прилагал спасаемых церкви? Люди просто взяли и толпой пошли в церковь. Знаете, что я вижу? Когда Дух Святой работает внутри меня, я горю. Когда Дух Святой внутри меня, у меня глаза горят. Я общаюсь с людьми, я не могу молчать. Я говорю, ты знаешь, Бог что-то сделал со мной, Бог исцелил мою дочь. Представляешь, мы благословляем своих детей, и Бог просто берет и исцеляет. Бог просто сам берет инициативу и исцеляет. Бог живой. И когда ты начинаешь этим жить, когда ты понимаешь, вот я читал Библию, вот Господь открылся мне, слушай, ты послушай, это тебя изменит. Когда человека внутри есть, он смотрит и говорит, слушай, слушай, а где ты такой взялся? А откуда ты свалился такой? А что у тебя происходит? Ты говоришь, так Бог же есть. Ты знаешь, в церкви, ты знаешь, в домашней группе, тебя тоже Бог может таким сделать. Пойдем. И все. Но Господь прилагал спасаемых ежедневно к церкви. Каким образом? Горением внутри каждого человека, которые свидетельствовали, которые вели людей, вели людей к Господу друг к другу. Аминь. Мы подходим к концу нашего служения. Хотелось бы, чтобы мы сейчас совершили молитву. Совершили молитву. Я верю в то, что сегодня мы можем идти по следам первоапостольской церкви. Не хочется сегодня создавать модель свою. Не хочется создавать какую-то сегодня другую модель. Хочется создавать ту модель или идти по следам той, которой Дух Святой сошел. Он сказал, сейчас я. Иисус через Дух Святой, Он формировал церковь. Он формировал церковь через Дух Святой. И Он им говорил, а теперь идите в храм. А теперь по домам. А теперь в простоте. В простоте и веселье и сердце. Преломляйте хлеб. Общайтесь. В простоте. Без понтов. Без каких-то моментов. В простоте. Смиренно. Общайтесь. Не нужно накрывать большие пиршенства. В Америке люди наелись. Уже наелись. Не эта цель наша. Каждый поезд по своим домам наестся. По ресторанам. Сегодня в ячейках не цель наестся. Сегодня в простоте чипсы. Чуть-чуть. Что там? Чаек попили. Чуть-чуть. Но самое главное не это. Самое главное посмотреть друг другу в глаза. Сказать, брат мой, давай будем молиться о твоей судьбе. О твоей жизни. Я знаю, что Господь тебя подымет. Ты будешь наслаждаться Богом, который реален. Вот это цель каждой нашей ячейки. Вот это цель. Когда мы встали на колени. Когда мы так исполнились Духа Святого. Что встали. Аллилуйя. Как здорово. И всего это за два часа. Максимум за два с половиной. Слышите? Максимум за два с половиной часа. Не за три часа ячейки. Лидеры. Не за три. А за два. Два с половиной. Не за четыре часа. А за два с половиной часа. Достаточно этого. Чтобы могли исполниться все необходимое для жизни получить. Именно. В последний момент мы молимся. Однажды к Иисусу принесли расслабленного. Это хороший пример ячейки домашней группы. К Иисусу принесли расслабленного. Помните, кто его нес? Четыре. Друзья. А что это за друзья? Откуда они взялись? Это ячейка. Это их домашняя группа. Это его баррис, с которым они вместе играли в гольф или молились, или пили кофе. И они сказали, слушай, наш. Расслабленный стал. Давай понесем его к Иисусу. Давай понесем его к Иисусу. Так он тяжелый, кому он нужен? No. Это наш. И мы за него будем заботиться. Он наш. Прав, блудница. Стала в родословии Христа. Не из израильского народа. Бог, ты несправедлив. Бог отвечает на искренний зов сердца. На искренний крик души. Бог поднимает из любого, даже чужого народа. Когда он говорил, не берите ни из среды себя. Бог, ты же сказал, не берите. А почему ты взял ее к себе в родословию? Ты что, изменил своему слову? Я не могу. Когда люди проявляют веру. Когда люди смиряются. Когда они говорят, я крохами готов питаться. Я хуже собак. Готов питаться. Велика вера в тебе. Жизнь твоя будет благословенна. Это все домашние группы. Это откровение семьи. Это помазание в храме. Это ежедневное хождение с Богом. По этой, по этим шагам, по этим стопам я готов идти. И я надеюсь, что вы будете идти вместе со мною. Именно церковь.